Мы смотрим закрытый показ с Александром Гордоном в обсуждении фильма «Юрьев день». И «Белый слон» — приз гильдии критиков и киноведов. Благодарю вас. Как всегда перед началом фильма я хочу представить вам ту часть съемочной группы, которая находится здесь. А сразу после этого, уважаемые господа эксперты, я попрошу вас очень кратко, перед началом фильма, многомиллионной аудитории Первого канала, рекомендовать фильм к просмотру или нет. Итак, представляю вам часть съемочной группы, которая сегодня сидит в студии. Народный артист России Сергей Сосновский. Актриса Евгения Кузнецова. Продюсер фильма Наталья Макрицкая. Продюсер Ульяна Савельева. Оператор Олег Лукичев. Исполнительница главной роли. Актриса Ксения Рапопорт. И режиссер Кирилл Серебренников. Итак, смотреть или не смотреть? Заслуженная артистка России Марина Голуб. Да, смотреть обязательно, хотя бы для того, чтобы узнать, почему эта страна является страной бермудских треугольников. Куда у нас могут пропасть люди и не появиться больше никогда? Большая проблема в России, именно пропавшие без вести. Их там какое-то вообще безумное число было в свое время. То есть люди просто пропадали. Поэтому, в принципе, фильм какие-то актуальные темы поднимает. Смотреть-то смотреть, но не всему верить. Потому что, на мой взгляд, наша страна все-таки другая. И то, что мы увидим в этом фильме, мне представляется, что это немножко бутафория. Что это такие декорации к фильму, а не реальная русская жизнь. Она все-таки другая. Я горячо рекомендую посмотреть картину. Хотя бы потому, что судьба главной героини в блестящем исполнении Ксении Рапопорт достойна того, чтобы можно было подумать о судьбах русской интеллигенции и русской жизни. Мне понравилась последовательность, которой вы поставили эти понятия. Интеллигенции и жизни. Я исправлюсь. Нет, совсем наоборот. По-моему, вы просто четко расставили акценты, которые нам предстоит сегодня так или иначе обозначить. Редактор отдела кино журнала «Тайм-аут» Василий Корецкий. Не смотреть, чтобы не впасть в соблазн. Потому что это цирк, очень качественный монтаж аттракционов, который притворяется проповедью. Надо смотреть, чтобы, может быть, наглядно увидеть, как легко может рассыпаться в пыль вот та наша искусственная, созданная нами, мнимая жизнь, которая оказывается абсолютно непригодной ни для какого серьезного вызова жизни. Мне очень жаль, но все-таки не смотреть. Нет, если хочешь выпить, напиться после этого всего, то можно посмотреть. Это если дорады, что я сделал после просмотра. Я только напиться, забыться, я врачи. Поэтому, я думаю, если боятся похмелья, лучше не смотреть. Спасибо. Похмелья не боюсь. Кирилл, вы не первый раз на этой программе. И знаете, что у вас есть редкая возможность обратиться перед просмотром фильма к миллионной аудитории. Знаете, я не воспользуюсь этим бонусом, потому что здесь прекрасные люди. Кто-то рекомендует, кто-то нет. Это не обсуждение, это еще они перед показом говорят. Чего уж. А потом начнется обсуждение. Я вам рекомендую посмотреть это кино, не только потому, что после его окончания мы придем к обсуждению, а вы должны быть в курсе. А еще и потому, что вот это уже треть, четвертый опыт моего общения с режиссером Серебренником, включая театральный и киношник. И всякий раз, когда я наблюдаю за тем, что он делает, я превращаюсь в идиота. Если хотите увидеть меня в этом качестве, обязательно посмотрите картину. Юрьев день, Кирилл Серебренников. Фильм Кирилла Серебренникова «Юрьев день» в закрытом показе. Прежде чем я вас побеспокою, уважаемые эксперты, я хочу повернуться лицом к залу. Есть люди, которые желают что-нибудь сказать про этот фильм? Мне фильм на самом деле не понравился, наверное, в связи с тем, что я не до конца его поняла. Не поняла ту глубокую мысль, которую хотел заложить в него режиссер. Я очень много ездила по Золотому кольцу в России и была в Суздаре, была в Юрьеве, и я не видела вот этого омерзения, которое оставил мне этот фильм. Может быть, вы смотрели глазами туриста, им всегда показывают только парадную часть жизни? Но опять же, я не видела той грязи, которая показана в фильме. Можно я вас остановлю на секунду? Потому что я вспомнил, хотел бы передать Кириллу привет, но не могу. Из города, где снималось все это действие, потому что мы приглашали людей, которые помогали Кириллу Серебренкову снимать этот фильм. Они в негодовании отказались, потому что они думают так же, что это не их жизнь, а это некий конструкт, который существует в душе у режиссера. А кассирша Лена была действительно на вас смертельно обижена, и я вам этот пассаж передаю сюда. Продолжайте, пожалуйста. Я считаю, что наша женщина может все пережить и настолько упасть, как упала главная героиня. Может быть, она не наша женщина? Вообще, фильм, чтобы вы понимали, повествует о следующем. То есть, женщина своим ребенком едет в провинцию, чтобы показать там провинцию, Россию, соответственно, своему сыну. Внезапно сын, она знаменитая певица, знаменитый персонаж, вот, и, соответственно, в провинции внезапно сын исчезает. И она его ищет, 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 проходит время, и в итоге она вот эту провинцию впитывает в себя, становится такой же провинциальной, полностью в ней растворяется. Вот примерно про этот фильм. Возможно, она не наша женщина. Но тогда это больше непонятно. Спасибо. Есть еще мнение? АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу оппонировать девушке, которая сейчас пафосно немножко, с моей точки зрения, говорила, наша женщина, не наша женщина. Я считаю, что этот фильм очень серьезный, глубокий, потому что исторически в России сложилась ситуация таким образом, что люди живут в параллельных мирах. И очень часто эти миры не соприкасаются. Можете назвать эти миры? Могу, конечно. Один мир, это, если говорить условно, это мир простых людей, живущих в натуральном таком виде. В основном это люди, которые занимаются... Народ, да. А второй мир это кто? Второй мир это люди, условно мы называем их интеллигенцией. Интеллигенцией. И практически эти два мира, они постоянно находятся в неком конфликте. И это как раз показа ситуации. Спасибо, спасибо. Прозвучали. Пусть и под давлением моим, но прозвучали слова интеллигенции народа. И мне кажется, что драматургический посыл, по крайней мере, не знаю, как режиссерский, будем разбираться. Но драматургический посыл как раз в этом и заключается. Напуганный существованием некого народа, представляющий себе этот народ по-своему. Знающий, что этот народ надо окормлять. Относящийся к нему, как к больному ребенку, интеллигент, в очередной раз пытается доказать всем нам, что в этот народ надо идти. Потому что без этого народа нам швах, а уж этому народу без нас, ну никак не выбраться. И действительно возникает... Так, мне спрашивают, ты относишь себя к народу или интеллигенции, или интеллигентному народу? Да я себя ни к чему не отношу. Я это я. То есть я не пытаюсь себя классифицировать, я не пытаюсь что-то себе придумать. Кто я такой, к чему себя относить. Я просто я. Я живу как мне нравится. Мне уже не нужна какая-то маркировка. Бля, смотрел этот фильм как раз в то время на показе. Это нихуя я не понял. Мелкий был. Мент ее там... Ну там мент не просто так, он же тоже не мент. У него, во-первых, Кунг-Кунг когда раздевается, да, когда они сексом занимаются, мы видим всю спину вот этого вот человека, который был как бы ментом в куполах. И как бы вот эти купола, которые в общем-то чем-то тоже достаточно фаллические, они как бы вот ее трахают. И так вот она проникается России. Россия в нее все проникают в этот момент, и она полностью растворяется в провинции. Надо пересмотреть. Я тоже как бы давно видел. Нет, фантасмагорическая картина, в которой я ровным счетом ничего не понимаю. И с той же ровным счетом ничего не принимаю. Поэтому я и назвал себя идиотом, когда просил вас этот фильм посмотреть. Я в этом фильме не понимаю ничего. И прошу экспертов с одной стороны и с другой объяснить мне, что это за феномен, что это за явление такое. Кто начнет? Пожалуйста. Ну, прежде всего речь идет не об интеллигенции, а о привилегированном классе, скажем так. Потому что интеллигенция это совсем другое понятие в русской истории. А то, что касается вот девочек... Подождите, а почему она привилегировала? Ну, она поет, поет себе и хорошо. Нет, она знаменитая певица, которая поет на овенской сцене. И не может быть при этом интеллигенткой? Она может быть при этом и интеллигенткой. Но не каждый интеллигент находится в привилегированном положении. Арабов интеллигент? Арабов? Да. Может быть, о сценаристе? Ну, я подлагаю, что он более чем интеллигент. Кирилл. Арабов очень классный. Это, наверное, один из таких выдающихся современных российских сценаристов. Я уже говорил про это. Мы смотрели его лекцию, если помните. Интеллигент? Я тоже подозреваю. Вот я про это говорю. Город, судя по всему, фильм понравился. Про что вы говорите? Про что вы говорите? Вы сказаны мысли, что не вся интеллигенция находится в привилегированном положении. Согласен. Это первое. А второе, я отвечу девочке. К сожалению, у меня есть знакомая, у моей мастери знакомая, у которой сын сидит в психушке. Ну, по ошибке. Это в чем-то такой, типа, серебреньковский «Хрусталев машина», на самом деле. Потому что герой «Хрусталева машина», он как бы тоже растворяется в этой России. Он становится ее частью, уезжая в этом поезде, вот в этой вот тоже в бытности. Поэтому, да. Под Псковым она смотрела картину «Юрьев день». Она, эта женщина, которая пережила по-настоящему, ездит к нему каждый месяц на свидание. Говорит, что даже то, что показано в финале картины, это далеко от той правды, которую она видит, девушка, чтобы вы знали. И бедных несчастных больных этих, психически больных, кормят водой баланды и едва там капуста плавает. Это говорит та женщина, которая не здесь сидит, а которая едет вот туда. Дрессоры. Поэтому это та Россия, которую, очевидно, другие не знают. А кто-то видел. Понятно. Я... Я, к сожалению, в нынешних психушках не лежал, но в советской был, по ошибке. Ну, может, в советской было лучше. Гораздо, да. Вам повезло. Как далеко мы шагнули. Есть возражения? Скажу. Пожалуйста. Надо было лучше тогда просто этим людям, которые мучаются, там просто денег дать, на которые этот фильм снимался. Больше толку было бы. Хорошая идея, кстати, да. Я далека начну. Это плохая идея, это вызывать людям деньги. Кирилла Серебряникова. Пропьют, пропьют же. Ничего хорошего не выйдет. Не стоит людям раздавать деньги. Лучше давайте их мне. Изображая жертву. Я считаю, что вот это вот хороший фильм Кирилла Серебряникова. К сожалению, то, что я увидел в Юрии Видне, понимаете, у меня было ощущение, что режиссер поступает по отношению ко мне, к зрителю, как мама к этому мальчику. То есть самыми добрыми намерениями режиссер меня куда-то тащит. Я, естественно, начинаю сопротивляться. И поэтому ничего хорошего не получается. А что касается темы народа и интеллигенции, я бы сказал так. Я это тоже здесь увидел. Но мне кажется, вот некоторая беда этого фильма заключается в его нехудожественности. То есть меня не столько даже его этический посыл не удовлетворяет, сколько эстетический. Здесь народ показан как объект изображения. Вот если снимать фильмы о народе, это надо делать, наверное, так, как делал Шукшин. Вот народ должен быть субъектом, он должен о себе рассказывать. Если вы снимаете фильм о психушке, она не должна быть поводом для того, чтобы что-то объяснить в герое, а она должна быть некоторой самоценностью, как, например, делал американский этот фильм «Полёт над гнездом кукушки». Пожалуйста, а вот Генюэлю, Генюэлю Беридиане было позволено собрать бомжей, собрать самые низкие слои общества. А кого он спрашивал? Да, с паперти, не знаю у кого, да, которые в итоге насилуют эту женщину. Но я не думаю, что это был образ испанского народа. Это был, наверное, художественный образ. Поэтому говорить о том, что показали так или иначе русский народ, его показали для чего-то и почему-то. Посмотрите, вы не думаете, что это про испанский народ, а мы знаем, что это не про русский. Разницу чувствуете? Нет. Честно говоря, абсолютно не чувствую. Можно? Можно? Я попробую, попробую, как бы такой первый заход сделать. Мне сложнее дважды. Я была на том кинотавре, на котором мы присудили приз, и я вам могу сказать, что когда картина была просмотрена, члены жюри, почти все, кроме меня, сказали нет. Сразу нет и всё. Я сказала, хорошо, и не стала ни с кем ничего обсуждать. Ещё впереди была примерно неделя. И вот с каждым днём, а мы каждый день что-то обсуждали новое, по одному человеку из жюри говорили, вот нет, всё-таки, может быть, мы вернёмся к картине Юрия в день. Я говорю, да нет, нет, давайте не будем спешить. Ну да, да, пускай отлежится. Потом ещё, потом вдруг четыре человека. Нет, ребята, давайте поговорим о картине Юрия в день. Я говорю, да нет, ну вот зачем, мы же как-то так сказали. Ну мало ли, вот знаете, в конце концов, когда мы должны были принять решение, мы сказали, так, сначала давайте обсуждать картину Юрия в день, а потом будем обсуждать всё другое. Почему? Я об этом говорю. Вот есть картина, есть картина. Эта картина непростая, и для Кирилла тоже. Для него это какой-то другой шаг, немножко в другую сторону, в другую специфику и стилистику. Вся наша Россия начинает проходить, всё время проходят какие-то пути и поиски того, куда же мы всё-таки придём. И нам бесконечно трудно. Я счастлива за эту прекрасную девочку, которая сказала, что в России не так. Россия уникальная страна, у нас есть потрясающие красивые места, у нас есть сумасшедшие красивые и талантливые люди, но у нас есть такие вещи, о которых говорить страшно. Девочки, начиная с наших туалетов, которые показательны нашей культуре, говоря о наших мужчинах, которые поколениями спивались, заболевались страшными болезнями, женщины, которые неухоженные, которые живут с пьяницами и терпят их. И масса-масса того, что мы знаем про Россию. Но на самом деле, ребята, говорить о самом таком тяжёлом и низком очень трудно. Девочки, кто хотел бы пожить с пьяницами таким, как я? Я пытался сказать, вот они с Араповым придумали эту историю, вот попадает человек, вот фактически из элитарного общества, в ситуацию неразрешимую. Пропадает мальчик, а все потом говорили, сейчас спрашивают, ну хорошо, а куда мальчик пропал? А вот мне неважно, пропадает. Вот человек ушёл в туман и не вернулся, и вся твоя жизнь изменилась, как твоя душа ушла в туман и не вернулась, и твоя жизнь изменилась. Спасибо. Я за него, я за вас, Нормана. Мне кажется, что всё, что сейчас так горячо рассказывала горячо моя любимая Марина, это совсем про другое кино. Более того, всё её рассказанное противоречит тому фильму, который мы только что посмотрели. Мне кажется, что говорить сейчас о делении на народ и интеллигенцию, это несколько умозрительное деление, и оно вообще не очень для нашего разговора актуально, потому что кино, это, конечно, снято не для тех, кого мы сейчас грубо и приблизительно определяем понятием народ. Оно снято для тех, кого мы не менее грубо и приблизительно определяем понятием интеллигенции. Потому что женщина, которая сидит и продаёт билеты в кассе, не знаю, Суздальского Кремля, она, скорее всего, принадлежит к интеллигенции. Интеллигенции в России много. А два мира, о которых здесь уже говорили, на мой взгляд, это два примитивных совершенно мира. Это правда два параллельных мира. Это Москва и вся остальная страна. Я не смотрю ни о том фильме, но я думаю, что каждое отборное дерьмо. Возможно, вы... Во всяком случае, вам ничто не мешает так думать и продолжать. И главное, что сейчас хотелось бы от любого художника, в какой бы области он ни работал, это чтобы он пытался переводить Москву на язык России, а Россию на язык Москвы. Потому что если мы окончательно распадёмся, это будет чудовищная трагедия. Так вот, фильм «Юрьев день» при всех его художественных заслугах, которые я не оспариваю, при великолепной работе Ксении Рапопорта, о которой даже говорить лишний раз бессмысленно, на мой взгляд, он только оскорбляет ту интеллигенцию многочисленную, российскую, которая его посмотрит или уже посмотрела. Дайте договорить. Когда этот фильм смотришь, то, конечно, количество цитат, киноцитат, которые он вызывает в памяти, оно безгранично, опять-таки, перечислять нет никакого смысла. И несмотря на это, почему-то всё время я вспоминала фильм Глеба Панфилова «Тема». Он даже по картинке очень похож. И ситуация примерно та же. Только не женщина приезжает, а мужчина. Тоже очень успешный, столичный драматург. Он тоже что-то теряет в этом городе. Он много что находит. Что нашла там героиня Ксении, я абсолютно не поняла. Как говорит один умный человек, может быть, многие из тех, кто сейчас проводит время в Куршевеле, закончат свою жизнь в монастыре просто потому, что маятник должен качнуться. Если он качнулся целиком туда, то он должен потом вернуться обратно. Но там-то какие корни? У этих людей в фильме, показанных, у них вообще корней нет. Они не помнят, как у них речка называется. Они в кассе Кремля какими-то дикими майками торгуют. Нет там корней, ей преподать не к чему. Она, пожалуй, с большим багажом вернулась. Спасибо. На самом деле это аллегория, это притча, понимаете. Если бы я воспринимала этот фильм как подпель на русский город и русскую жизнь, наверное, я была бы на той стороне. Но здесь я совсем другое увидела. Это фильм, он очень общечеловеческий, но сделан на национальном русском материале, который собран как аллегория. И это, кстати, черта обычно очень хорошего произведения, выдающегося. Потому что все мировые гении одновременно всемирны и национальны. На самом деле, мне кажется, фильм не о том, как спиваются, как продают майки. Это так для нашего внимания. Просто мы люди, и нам, чтобы обратить внимание на какую-то черту, на что-то важное, нужен какой-то конкретный пример. Евангелие все притчами написано, а не постулатами теоретическими. Это фильм об отчуждении, о том, до какой катастрофы доводит полный распад всякой социальной ткани и всех тех невидимых нитей, которые на самом деле связывают свободную личность. Здесь все в распаде. Понимаете, мать и сын не связаны, уже потеряны, семьи нет. Место жительства – это место жительства, это не корень. Страна, земля, история, категория «я», «мы» – нет ни одной связи. И вот отсюда и такая безысходность, отсюда и пьянство. Но почему же нет там, что нашла? Ведь вот эта Люба, она же потом льет слезы на плече вот этой кассирши, и у них на лицах нет упадка в этот момент. Значит, есть «Раскопать под пепелищем», есть эта ниточка. А примеры вот этой конкретики сегодняшней жизни – это аллегория. Понимаете, это не документальный фильм о том, как плохо у нас сейчас. Конечно, наверное, для них какое-то некоторое испытание. То есть сейчас я понимаю, почему они там сидят. Скорее всего, чтобы Первый канал купил этот фильм, а покупка фильма – это значит какой-то заработок дополнительный. Они должны были просидеть на этой передаче, то есть часть контракта при покупке этого фильма. И, конечно, выслушивать всякое-всякое такое не очень приятно. Ну, то есть подразумевается то, что какие-то смыслы, какие-то постулаты Евангелие доносят через притчи. То есть как бы притча как наглядный пример. То есть то, что хотел тот же Томас из Догвеля донести, ему нужна была притча. История Грейса, по сути, это тоже притча. Документальный. Это философский фильм. Но вот утрата этих взаимосвязей, конечно, безбожия, понимаете. Это не обязательно, что все должны быть в церкви и так далее. Но вот этот якорь внутренний, который делает тебя вот в самой глубине неуязвимым от всего, что происходит вокруг, он же тебя и соединяет с такими же потерянными «я». И не случайно вот эта ниточка, она там есть в этом фильме. И она находит там. Она ухаживает за этими, казалось бы, последними уже, не вызывающими симпатию людей. Они все равно разные, эти вот ужасные в этой палате. Спасибо, Наталья Алексеевна. Спасибо. И с ними можно. И они тоже заслуживают сострадания и милосердия. Скажите, пожалуйста, Наталья Алексеевна, один вопрос, и мы прервемся, и потом вернемся. Можно проповедовать и не верить в то, что ты говоришь? Мне кажется, нет. Спасибо. Мы вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. Первый канал, программа «Закрытый показ», фильм Кирилла Серебренникова «Юриев день». Вот что мы здесь... Нет, «Закрытый показ» никогда не, так сказать, не отличался какой-то элитарностью. Там достаточно странные суждения и мысли есть. Вот, поэтому, в общем-то, не стоит все так воспринимать серьезно. Обсуждаем. Наталья Алексеевна произнесла очень страшный монолог, из которого я понял, что фильм задел какие-то неведомые струны женской души, аж до того, что захотелось поучаствовать в жизни остальных. Есть с той стороны возражения, вполне аргументированные речи Натальи Алексеевны? Есть. Значит, все понятно, что фильм сложный, но потом проходит время, начинаешь уже мысли раскладывать как-то по полочке. Да, понятно, что мужик снял фильм, что вроде боль руководила им. Вот, давайте разберемся. Есть героиня, да? Есть другие герои этого фильма, собственно говоря, весь вот этот мир, в который она попадает. У меня такое ощущение, что автор этот мир не понимает, не любит и, может быть, даже боится. Но вот такой любви и понимания к этому миру нету. И отсюда все остальное происходит. По-моему, так. Простите, как отнести их к Сухово Кобылину, Гоголю, Зощенко? Любит он русский народ или как? Они все. Понимаете, это такая горькая традиция отношения к народу. И что меня в этом фильме не удовлетворяет, это то, что это действительно проповедь вместо исповеди. Нам начинают навязывать некие ценности. Проблема заключается не в том, что героине не к чему припасть. Проблема в том, что она присваивает вот себе некое право учить этих людей, облегчать их участь. И здесь милосердие смешивается с учительством в каких-то очень странных пропорциях. И вот здесь, на мой взгляд, заложена какая-то психологическая неувязка этого фильма. А мне это показалось. И мы, кстати, имели возможность с Натальей Алексеевной спорить на эту же тему. Ну, фильм может кому-то не понравится. Он такой своеобразный. Но что в нем круто показано, это некоторая зима. То есть, это один из немногих фильмов, которые снят зимой. И вот такой вот, ну, такие хорошие фильмы, как Фарго, например, да. Вот там есть вот зимние пустоши, какое-то опустошение, какая-то близость космоса, которая присутствует в зимнее время. Поэтому мне он нравится. Некоторая притчевость присутствует. Запритчевость, в общем-то, у нас, ну, и в этой передаче часто ругают фильмы. И не думают, что это плохо. То есть, визуально это чем-то похоже на некоторый догвиль даже, можно сказать. Как она там кормит этих всех больных туберкулезом. Там много зимних сцен, сейчас найду. Что-то похожее. В общем, он достаточно классный, интересный. То мы, когда горюем о неизбывном патернализме русского народа, когда мы горюем, что царь-батюшка – это вот, ну, просто то, что нам вынь да положь, иначе мы и жить не можем, мы забываем о причинах такого патернализма. А причины такого патернализма как раз, вот, мне кажется, круты. Ну, Серебренников сделал что-то свое, у него есть уникальный стиль, и в той же, хотя бы, изображая жертву, там неплохо смешано именно по стилю анимация, некоторый ротоскопинг и, соответственно, видео достаточно самобытно. Тут просто надо понимать, что тут еще же и арабов повлиял. То есть, если ты смотришь «Юрий в день», то там прям схвозится арабов из всего, вообще из того, как это все рассказано. Строится вот в этом отношении к этому народу. Кстати, последний фильм арабов снимал вместе с Германией. Германика там от него прям стонала в плохом смысле, в смысле не в сексуальном плане стонала, а стонала в плане того, что он там на себя перетягивал одеяло, как более авторитетная личность. Не смогла она с арабовым совладать. Страшновато ему, надо сказать, я его чуть-чуть знаю, я его побаиваюсь, да. А отношение как к больному ребенку. Вот такой у нас больной ребенок вырос, что же сделать? Теперь мы будем за ним ходить, вытирать сопли ему, да, подтирать задницу, простите, да. Но это всего-навсего творческий экзорсис. Это всего-навсего такое легкое хождение, не на народ даже, а к народу. Ну, мне так представляется, я могу ошибаться. А это вообще уникальная картина для вообще русского кино, а может быть мирового на данный момент, приближающаяся к античной трагедии. Аргументируйте, пожалуйста. И она никакого, конечно, я вам аргументирую. Ну, слова можно говорить любые, но аргументируйте. Безусловно. Существует несколько сцен. Первая сцена, начало настоящей трагедии, предположим, если мы будем обращаться к античной трагедии. Можно я один вопрос задам, чтобы нам долго не разговаривать? Вы сочувствуете героине? И то, что сочувствую. Я являюсь этой героиней, когда смотрю эту картина. Так какая же это трагедия? Что несет Гордон? Ну, у него есть, есть там какие-то такие тейки странные. Вот я сказал слово тейки, ассембла. Отметьте, пожалуйста. Не переживай трагедию. Какая же это трагедия? А почему же трагедию нельзя сочувствовать? У меня один вопрос ко всем защитникам фильма. Ко всем тем, кто относится к нему как к оригинальному модернистскому высказыванию, не имеющему прецедентов. Боже, я не люблю это слово. Ну, вы только что сказали, что он не имеет... Это фильм очень тяжелый, и, конечно, это не для массового проката. Вы только что сказали, что он не имеет аналогового... Скажите, кто-нибудь из вас смотрел фильм «Сайлент» просто-напросто? Вот не смотрел. Ну, понимаете, дело в том, что фильм, который мы обсуждаем, это точное, но не покадровое, но сценарно очень точное перенесение хоррора. Понимаете, хоррора. Мы сейчас обсуждаем, если душа, грубо говоря... Не ждали, да? И тут хорроры? А? 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 У какого-нибудь джиперс-криперс там, понимаете? Тут хоррор откуда из античности пошел еще вот в этот фильм, о котором вы говорили? Я маргинал был на этой передаче. Это не просто так очки похожи на маргинала. Он просто выглядел иначе раньше. А еще у Оскара есть теория, что маргинала подменили. Он упомянул Саван Хилл, а потом джиперс-крипер. Конечно, мы можем сейчас говорить о психоанализе и так далее. И серебрников. Мы говорим о жанровом кино, да, которое прекрасно... Это не жанровое кино. Это совсем не жанровое кино. Конечно, потому что... Это настоящее кино. Вот что есть вопрос. Я вам просто приведу... Настоящее кино. Дамы, если мы будем говорить на уровне, это не просто хорошая передача, это лучшая передача, да? Мы далеко не уйдем, правда. Это мне... Скажи немножко... Это тут хорошо, Их, это хорошо. Фильм Сален Хилл... Это фильм в жанре хоррор. Женщина с ребенком приезжает в город Сален Хилл, где она должна навсегда распрощаться с неприятным прошлым. Ну, там у ребенка какие-то кошмарные сны, и посетил это место. Они думают, что они избавятся от всех своих дурных воспоминаний, от ложных воспоминаний, которые связаны с этим местом. В этом городе ребенок исчезает, и мать бросается на его поиски. Это странный город, в котором как бы открылась бездна, по улицам ходят одинаковые странные зомби. А я смотрю это. До ночи выходят из стен шахтеры, какие-то безумные, инфернальные, которые терроризируют немногих оставшихся живых, которые объединены в секту. И вот мы имеем тот же самый фильм, только здесь нам сказано, что эти шахтеры стали такими, и за невыплат зарплаты, и русская душа во всем это виновата. Понимаете? Это очень странно. И? Ну и что? И мы имеем вот этот штамп развлекательного кино, к которому прилеяно кусочек Франциска Азийского, только извращенный абсолютно. Понимаете? Главное... Это обвинение в плагиате. Нет, почему? Сейчас же нет как бы такого понятия оригинальной истории. Плагиат, неважно, важно, как она рассказана. Она рассказана с холодным носом и как бы вывернута наизнанку. Понимаете? Там же еще проблема в чем? Что это кино претендует на херсенскую мораль, да? Что героиня переживает некоторые перерождения. Скажите, я имею в виду холодный нос. Вот конкретно скажите. В чем вы видите там выражение вот этих холодных эмоций? И нелюбви к героям, о которых там идет? В том, что здесь... Как конкретно? В том, что здесь взята стандартная мифологическая структура, которая заведомо воздействует на ваши эмоции. Точно так же, как, скажем, в фильме «Бумер» взята стандартная мифологическая структура. К путешествия Ивана Царевича на Волнке в Страну Мертвых. Здесь происходит то же самое. Это винтики, все эти винтики наружу, понимаете? А вы воспринимаете это искренне. Ну, как же можно сценично разложить любую картину? Вы говорите, а вы смотрели вот это? Конечно, мы принимаем это географический анализ. Ну, как и на всем другое. Конечно, разумеется. Дело в том, дело в исполнении, понимаете? Вот я хочу сказать про исполнение. Мне безумно обидно, что вот Леночка, например, Инпольская, она сказала о том, что героине некуда идти. Что она никуда не идет. Меня это просто поразило. Вы знаете, это... Как это? Фильм весь снят для того, мне кажется, чтобы был последний кадр. Конечно. Вот этот последний кадр. Татарша. От которого я... У меня перед глазами стояло очень долго вот это, когда я вижу пар изо рта. Неважно, что она певица. Да, вы понимаете, пар изо рта, что вот сейчас он развеется, потому что здесь холодно. И мы все умрем жизнь, прекратится жизнь. Какая херосеть. На великих подмостках пела. Вдруг пришла в какой-то маленький храм и поет. Это нужно не народу, который вокруг нее смотрит, как она поет. Это нужно ей. И фильм про нее. Фильм про нее. Подождите, я не договорила, еще секундочку. Фильм про нее. И весь народ, который вокруг, вокруг нее. То есть ее родина, где она родилась. И она не едет туда избавляться от плохих эволюций. И субь, красиво, субь. Она где-то, наоборот, вдохнуть это и забрать с собой за рубеж. Но при этом там нет назидательности, там нет этой пафосности в этой сцене. Это такой крошечный такой, вот знаете, блик. Если бы это было более пафосно, плакатно, то тогда это было бы... У меня есть еще... Нет, у меня есть... Говорить бы не о чем было. Вот в чем дело. Сейчас, сейчас, сейчас. Наоборот, там не великая служба такая возможность. Стоп. Знаете, почему у меня этот кадр появился? Самое смешное, что в закрытом показе есть передача, где обсуждали фильмы Гордона. То есть он садился в кресло, как Серебренников, и его фильмы обсуждали. Он снимает фильмы по книгам, рассказам своего отца. Я так думаю, я могу ошибаться опять. Потому что мода на диагностику в последнее время сменилась... Да, они мы тоже обсуждали. ...такой модой на диагностику с легким намеком на рецепт оздоровления. Вот именно это меня больше всего бесит в посыле этого фильма. Бесит буквально, меня колотит от этого. Как же я сам-то не догадался, что нету такой дороги, которая не привела бы к храму? Как это же, я, оказывается, все годы жил и не знал об этом? А достаточно сделать шаг в сторону народа, который сюда не приехал, потому что режиссер его оскорбил с точки зрения того самого народа. У нас есть еще один объективный взгляд на действительность журнала «Сеанс». Они тоже знают, о чем говорят. Кстати, разбор «Сеансов» обычно топовый. Давайте послушаем то, что вот эти вставки от «Сеанса», они... Это даже нормальная редакция была у «Сеанса». В советском кино вектор движения настоящего пассионария мог быть только одним – вперед, в будущее, из деревни в город, из города на целину, без оглядки и остановки, прочь с малой родины, от родных осин, из милого сердцу двора. Не пойму я, Митик, и чего вы все куда-то бежите? Прямиком в объятия родины необъятной, неизведанной, пугающей. Неважно куда – в суровые или столичные джунгли, на масштабную или народную стройку, да хоть в соседний район, но только чтобы закалять характер. Че с города? А ты че с села? Передвижение стало синонимом перемены участи. Перемена участи – синонимом передвижения. Судьба обреталась человеком лишь через экспансию в неведомое далеко. Судьба обреталась человеком лишь через экспансию в неведомое далеко. Если не будет кадров из христалев машины, то все обзоры – гавно. Уехать означало жить, остаться – умереть. Уехавший гражданин, впрочем, не мог не тосковать о позабытой в суетах новой жизни, покосившейся избе и знакомой с измольства березки. Мечты о возвращении туда, где деревья когда-то были большими, не давали спокойно спать. Малая родина Манила, она виделась источником невиданной силы, попусту растраченной в чужих городах. Но припасть к корням значило не только и не столько обрести растерянный покой и душевную ясность, сколько проверить себя на прочность. Пустившийся по валам своей памяти герой сознательно шел на огромный риск. Возвращение не сулило ничего хорошего. И рисковал он не только стать жертвой безмерной сентиментальности, трагически влюбиться или причинить боль самым близким людям. Подчас рывок в прошлое обещал самые неприятные озарения и открытия. Свидание с малой родиной было чревато травмой. Покинутая когда-то словно в отместку за годы отсутствия, она не обещала ничего, кроме страдания. Бередила воспоминания, нажимала на болевые точки, стараясь покрепче сжать блудных детей в своих суровых объятиях, чтобы исключить саму возможность повторного побега. Героиня Юрьева дня пребывает в родной городок на полдня с формальным визитом, пробежать по заснеженному Кремлю, прочитать по памяти хрестоматийного блока, чтобы затем отбыть навсегда за границу. Однако родные просторы просто так не отпустят. По замыслу авторов, они на глазах обретают мистические черты, отобрав сына, затем облик, затем голос. Последние вернут лишь для того, чтобы слиться с общим хором. Многие критики увидели в фильме Серебренникова апофеоз почвенничества. Кого-то пленила, а кого-то взбесила внезапная любовь модного столичного режиссера к немытой России. И лишь немногие рассудили, что авторы нисколько не собирались всерьез задаваться проклятыми русскими вопросами, а предприняли своеобразную попытку иронического сведения счетов с враждебным пространством. Примерно тема, да, раскрыта. То есть вот она же сольная певица была, то есть голос. И именно когда ты понимаешь, что нет такого слова «я», есть такое слово «мы», то «мы», блядь, я здесь один. А тогда, собственно, ты становишься ближе к Богу, ближе, то есть к Христу, который себя раздает. Я думаю, это понятно. Я вижу здесь не то, что подсылки на Саван-Хилл, я вижу тут Догвиль в большей степени, хотя я не уверен, что Догвиль в этом году был. Ну да, был, получается. Художника, а сами двух слов связать не могут. Понимаете, почему... Это совершенно случайный набор фильмов. Да, абсолютно. И, кстати, сказать о Шукшине. Его фильмы, когда появлялись, точно так же обижали его земляков, о которых он эти фильмы снимал. И они бы на показ тоже сюда бы не пришли. Они писали ему гневные письма. Конечно. И возмущались тем, что он их так жестоко, чем глупо, чем приятно покатывал. Договорились. Я знаю, я другой. Мы хорошие все. Мы все такие хорошие. Отношение к Шукшину до Калины Красной. Его ругали за отношение к пустому народу. Дамы, 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 вы любого закричите. Дайте сказать народным артистам. Давайте еще договоримся до Василия Макарыча там и все такое. Я хочу сказать вот о том последнем кадре, о той последней сцене. Но я вообще люблю фильмы, в которых хорошая музыка. Здесь, думаю, очень увлекательно должно быть, что-то интересное, каким-то романтизмом все это овеяно. А дальше смотрю, смотрю, от этой концентрации вот негатива всего собранного, думаю, елки-палки. И я это смотрю все. И думаю, если бы не вот эта сцена, уход, возвращение, вернее, в церковный хор, потому что где-то там в фильме говорят о том, что она пела в церковном хоре до того, как стать известной певицей, то мне кажется, что и фильма-то не было бы, в общем, по большому счету. Я сейчас не говорю, там, в чем здесь любовь, там, Шукшина или кого-то к своему народу. Для меня вообще патриотизм – это какая-то такая субстанция не очень понятная. Вот, потому что… Балтики, вы сегодня что-то как-то в ударе. У вас все хорошо. Убить нужно тот дом, где ты родился, либо семью, где ты живешь. Это я понимаю. Выше меня не хватает понимания. И тут мы можем сейчас и об интеллигенции, говорить о ее не сложившихся отношениях со своим народом. Мне кажется, все-таки, что фильм для меня малоинтересен из-за того, что очень много длино. Очень как-то это все вот долго-долго. Нету динамики, нету фразы, нету развития. Нету этой Кантилены в фильме. Вот как-то вот все на одном месте плохо. А еще хуже. А еще хуже. А еще хуже. И слава Богу, в конце есть просветление. Вот это вот. А все остальное, мне кажется, это все каждый домысливает в силу своего воображения, фантазии, образованности, знаний и всего такого. Давайте еще Порфирия Петровича сюда. Это все так. Ну, важная образованность, знания. Все правильно. Чем больше мы образовываем, тем больше мы учимся. Все так. Да. И патриотизм очень важный. Не только к какому-то одному месту. Ну, вы знаете, мучиться без конца тоже тягостно. Ну, смотрите, конечно, тягостно. Смотрите, какая интересная вещь. Здесь сидят только женщины. Там почти, за исключением Лены, только мучат. Они мучатся, не хотят. Им тягостно. Им дожди. Привязывай, конечно. Я согласна, мучатся. Более чем. У меня просто ощущение... А здесь сидят люди, которые верят Серебренникову в искренности этого послания. Если есть, для чего? А там сидят люди, которые не верят Серебренникову в искренности этого послания. Александр, вы же сами. А я стою между вами, но склоняюсь туда, потому что я не верю ни одному слову этой проповеди. Потому что произнеся такие слова, настаивая на таком решении отдельной человеческой судьбы, человек не может не измениться. Это проповедь на самом деле не Серебренникова, а в большей степени Арабова. Это, в принципе, Арабов немного на религиозной теме. Ну, не поехавший, но он как бы ее любит, поэтому тут как бы слиты мысли многих. А вот мучат и скучно. У меня сейчас одна подружка есть, извините. Она снимает кино про детей, которые больны аутизмом, да? Я ее предупреждал, зная ее характер. Я ей говорил, не подходи близко, ты не можешь. Ты не профессиональный документалист. Сделаешь шаг, пропадешь. Полгода она пропадает буквально, бросив кино и спасая этих детей. Вот про что я говорю. Получится у нее кино? Вряд ли. Но, совершив этот шаг в эту сторону, она не может остановиться. Потому что это характер такой. Прекрасно. И я ей верю. А Кириллу я не верю. Почему? Потому что я знаю его театральные и киношные работы до этого. Потому что его биография, вот она, она явлена всем. Это очередная забава, понимаете? Послушайте. Вот и все. Я не знаю. Я против таких приемов в полемике, Александр. Понимаете? Я совершенно не знаю. Что значит, нельзя так говорить? Будет интересно, когда им слово дадут. То есть всем этим серебрянькому и всем, кто сидит. Интересно, что они скажут. Если они вообще что-то скажут. Они говорят, окей, пока. Как актрисе скажу, я очень люблю Ксению Рапопорт. Но я не разделяю восторгов по поводу игры в этом фильме. На мой взгляд, Ксения играет скверно в этом фильме. Ксения не видит партнера. Ксения не держит обстоятельства. У нее все время камера вот здесь. Она выпадает из органики. Я не понимаю, что происходит. Как замечательную актрису можно заставить так скверно играть. Вы знаете, известно, что вы сейчас улыбаетесь. Вы же со мной согласны. Можно я скажу сейчас честную одну минуту? Ну вы же согласны. Когда мы... Подождите, одну минуту. Я лично голосовала за Ксению. Потому что я считаю, что это сложнейшая роль... С которой Ксения не справилась. Одну минуточку. Такую роль сыграть в кинематографе для актрисы, ну это большой подвиг. Это подвиг, который она совершила. Она смогла. Но очень многое, что этой ролью доказала. Отдельно хочу еще сказать об актере. Он давит, да. Он всегда такой у него не самую популярную позицию применяет. Они очень помогли друг другу вместе. Вообще там актерский состав очень интересный. Но мы с Аллой Демидовой, когда подошли друг к другу, Алла сказала... Демидова, я честно говорю, Аллочка, простите меня. Она говорит, но мы знаем, что это как бы не есть критерий самой лучшей роли. Когда в абсолюте. Там есть о чем спорить по поводу роли Ксении. Слава Богу, значит я не полный идиот. Нет, вы не полный идиот. Хорошо, да. Но... Но приближающий. Простите, пожалуйста. Близко. Пожалуйста. Знаете, у меня такое ощущение, что у этого фильма есть две основные проблемы, из-за которых, собственно, может быть так и разделились сейчас. Во-первых, у меня полное впечатление, что этот фильм, это собрание очень разных взглядов, абсолютно непохожих друг на друга людей. То есть я понимаю, что религиозный мотив был заложен в сценарии Юрия Арабова, которого мы все уже давно знаем как сценариста и примерно понимаем себе его мировоззрение. Ксения, я позволю себе не согласиться с ведущим, очень серьезно и очень мощно играет женскую трагедию, доходя уже почти из женского до звериного состояния. А Кирилл, чьи работы в основном мне всегда очень симпатичны, работает в своем обычном духе. Это чистый постмодерн, это стёб, это ирония. У меня лично никакого катарфиса в финале не было, при том, что уж я-то такой любитель поплакать, мне только дай. Я к финалу этого действительно несколько затянутого, на мой взгляд, произведения, просто стала смеяться, потому что меня пугают, а мне не страшно. Меня еще пугают, а мне уже становится просто откровенно смешно. Тем более, что в этом финале есть одна вещь, на мой взгляд, не очень... «Арабов» — это сценарист, который работает с Сокуровым. То есть, по сути, они вместе сделали всю тетралогию «Молых», «Телец», «Солнце» и «Фауст». И я крайне рекомендую посмотреть «Фауста» Сокурова. Он сделан прям неплохо. Также «Арабов» работал на сериал «Дело о мертвых душах». Тоже очень хороший сериал с крутыми актерами. Вот противопоставление вот этого храма, где пара идет изо рта и все как бы развалено. Тому священнику, который только что бегал с мобильным телефоном и бедный беспокоился, чем ему там, крыше, крыше и так далее. Это очень примитивное, очень примитивное столкновение человека, который абсолютно вне этой жизни находится. Потому что лучшие священники, они бегают с мобильными телефонами и они переживают, что и как там крыть. А вторая, на мой взгляд, проблема – это вот немножко поздновато фильм этот снят. Это вот Кириллу не повезло на самом деле. Он чуть-чуть с ним припозднился. Потому что мне кажется, сейчас такая штука происходит в стране. Чуть-чуть начали думать о самоидентификации. Вот чуть-чуть. Мне сегодня принесли приглашение на концерт Кубанского казачьего хора. Там написано «За веру и отечество». Коллега моя посмотрела, говорит, ну это чересчур. Я говорю, что именно чересчур, за веру или за отечество? Он говорит, ну вот как-то это все, это как-то чересчур. Поэтому я уже даже боюсь произносить папа свои слова. Но тем не менее, процесс самоидентификации начинается. Мы уже не правы. То есть, понимаете, тогда, еще в 2009 году, это казалось все-таки чересчур. Сейчас это уже не иллюзорная повестка у нас. Государство. Смотрим кино, как это было в 90-х. И можно было и чернуху, и можно было и жмурки. И все это воспринималось с юмором и так далее. А теперь мы смотрим, это мы такие говорим мы. Это относится не только к фильму Кирилла, и не только к кино, и не только к нашему кино. Кто-нибудь смотрел фильм «Фальшивые монетчики» австрийский, который в прошлом году взял «Оскар» как лучший иностранный фильм? Это поразительное кино. Весна 1945 года, вообще-то уже Варшава взята, на секундочку. Нацисты продолжают печатать фальшивые фунты и доллары, надеясь вкинуть их в экономику союзников и тем самым повернуть ход войны назад. В этом фильме, который стал лучшим, еще раз говорю, он получил «Оскара», в нем вообще нет такой страны. В нем нет России, в нем нет СССР, вообще нет. Нет фронта, который был наш, есть только второй фронт, и он как бы решает ход войны. Есть еще один пример очень интересный, это рассказы Шукшина, спектакль, поставленный Алвесом Херманисом. Это изумительный спектакль с Евгением Мироновым, и там все есть, там только Шукшина нет. А все остальное совершенно замечательно. Мы фильм Кирилла судим по этим же критериям, мы строго же стали относиться к этому. И слава богу. Нам повезло, да. И дай вам бог счастья на следующей неделе. С фильмом изображает жертву, которая мне очень понравилась. В этом фильме такое впечатление, что это как будто чужой язык, какой-то очень дубовый язык, который не слушается режиссер. И даже странно от талантливого человека видеть какие-то совершенно проходные кадры, проходные сцены, сюжеты. Режиссер снимает свое кино, а жизнь живет сама по себе. И вот слияния их, которое и есть на самом деле искусства, нет. Потому что искусство – это не рассказ о жизни. Искусство – это жизнь, которая рассказывает о себе. То, что удавалось Шукшину, то, что удавалось Кустурице, вот в фильме «Жизнь как чудо», фильм про страшные события, да, «Гражданская война и Югославия», получилось. А вот здесь фильм про русскую жизнь, ну вот это вот не получилось. Вот, не знаю, по телу, таланта, способностей, не сработало. Я хочу обратиться к Михаилу. Мы были с вами городские, а Михаил, закончив литинститут, уехал в Тьму-Таракань, где до сих пор и живет. В Москве он наездами. Вот он, то, что мы называем народ, видит каждый день, но пока в лес не уйдет. Все-таки что не так-то? На самом деле. Да вообще просто мимо по всем ипостасям. То есть вообще это представление человека далекого от того мира, которому ему нужен для решения его художественных задач. А в чем именно? Ну просто, так сказать, страшный, непонятный мир, придуманный. Все эти реалии этого фильма, художественные образы. Это очень странно вообще попытка. Это часто вообще тема, которая будет присутствовать у Гордона на передаче «Закрытый показ». То, что фильмы не соответствуют какой-то реальности. Мне кажется, фильмы это все равно что-то искусственное, что-то не совсем соответствующее любой реальности. Поэтому это странная претензия, почему все хотят, чтобы кинематограф был реальнее, чем реальность. Мне сразу напомнили такие же фильмы где-то времен перестройки. Вот это а-ля, так сказать, по художеству. Есть документалка, которая специально сконструирована этим, как у Герцога. Герцога вообще к реальности не имеет никакого отношения. Но людям почему-то кажется, что мы должны увидеть в фильме какое-то отражение. Но на самом деле это все наоборот. Это фильмы отражают в нашей реальности. Они ее формируют. Да, и «Бэткомидент» тоже про это обычно говорит. Когда меня пихают носом спустя 15 лет, мне неинтересно. Вы живете там, далеко от Садового кольца. Вы можете про себя сказать, что вы знаете русский народ? Такие утверждения, конечно, не хочется делать, потому что они опасные и неприличные, и нескромные. Но мне кажется, что, конечно, я что-то знаю. Людей из фильма, вот из этого, вы встречали в своей жизни? Да ни одного не встречал. Единственное, ну, да, он просто, он очень, так сказать, просто хорошо, так сказать, играл. И просто он не может не вызывать симпатию. Но это, опять же, мы не о том говорим. Все равно, что сказать, что вот книжка, да, вот тут язык вот хороший. Мы все время говорим о каких-то частях. О том, что актеры хорошо играют, что музыка хорошая. Что на выходе, зачем все это надо? Вот, хорошо, что зачем. Нет, этот ли вопрос задавали вашему дяде? Я имею в виду Андрею Арсеньевичу. Да при чем тут дядя? Когда ему рассказывали о том, что весь русский народ в Андрея Рублеве показан чудовищно. Что это антирусская картина. Фига себе. О, стоять! Вот! Стоять! Он родственник оказался. Я не думал, что он родственник. Монтаж уже делает фильм нереалистичный, потому что на монтаже всегда происходит отбор того, что показывает, что нет. Это модерация реальности. То есть, по сути, так же искусство и возникает. Смотреть на горы не очень интересно. Но когда горы помещены в какую-то рамку, когда они отмодерированы, когда они вырезаны, вот тогда возникает искусство. Вы меня сбили? Вы меня сбили? Вот вам очень интересно. Вы меня сбили в панталыку. А я скажу почему. Потому что не зря я, когда смотрел фильм, все время, конечно, про Калину Красную думал. Это раз. Во-вторых, что для меня главное? Чтобы мурашки ползли по хребту. Вот ползут мурашки. Я не буду объяснять, почему они ползут. Почему слезы на глазах, когда смотришь на настоящее произведение русского искусства. Объяснять это нельзя. Почему одни люди верят в Бога, другие нет. Нафиг это все объяснять. Если вы хотите оскорбить режиссера, то первым делом скажите, что в его фильм очень хорошая музыка. В этом есть какой-то такой вещь, но это можно сказать про любой фильм Тарантино, например. Потому что музыка там лучше, чем может быть сам фильм. И в этом плане, наверное, надо стараться не использовать музыку. Потому что музыка зачастую в себя перетягивает одеяло. И, соответственно, можно замаскировать под хорошей музыкой не очень удачный визуальный ряд. Есть или нет? Вот, я все сказал пока. Ну что же вы теми же самыми словами ругаете? Крупного художника так ругали вашего дядю. Мы сейчас не о дядях и не о тетях говорим, а конкретного фильма. Это история, это история людей, которые живут в этой среде. И художников в том числе. К сожалению, они очень сходны. С Калиной красной уж никак не... Я вспоминала слова Алеша Карамазова, когда стоит с ребенком на ветру женщина и плачет. Экшн-фильмов без музыки не существует. Ну, например, старикам тут не место, это экшн-фильм. Там нет саундтрека. Почему она плачет? Почему у нее нет хлеба? Почему хлеба нет? Это так проходит. Отчего все так? Отчего мы такие? Отчего жизнь такая? Вы так сказали, что фильм вы восприняли как нагромождение вот такого негатива, от которого становится тошно. Кстати, ваши слова, что концентрация... Нет, концентрация, упадка, она взята как режиссерский прием. Конечно, там нереальное ситуация, там и судьба героини нереальная. Это вызов, вызов страшный. Вот опять боюсь пафоса, но вот вы так как-то сказали, я не понимаю, что такой патриотизм, да, слово затасканное, и ужасно не хочется его употреблять. Ну, на самом деле, вот этот фильм, вот у человека, у которого есть жгучее чувство сопричастности ко всей вот истории и ее будущему, во всех ипостасях, в упадках и так далее. Вот у того, вот такие картины страшного упадка, наоборот, еще больше вызывают жгучее чувство сопричастности. Может быть, вам кажется, что патриотом можно быть тогда, когда родина красива, прекрасна, мощна, идет вперед, все ее уважают, боятся, красиво. Знаете, Василий Розанов писал, легко любить отечество, когда оно сильно, могучее и красиво. Но здесь, именно когда мать пьяна и лежит во грехе, это аллегория, тут скажут, что я Россию называю пьяной матью, и такие ведь найдутся. Но именно когда мать пьяна и лежит во грехе, только тот сын, кто не пройдет мимо, заградит, защитит от поругания. Это безусловно. Защитим маму. Это такие акционы, которые должны быть. Конечно, это так. Вопрос и не имеется. И это вы любите вот этих людей, которые так вот собраны здесь. А режиссер любит их? Из чего это следует? Я протестую против такого рода полемики, когда вы бросаете же обвинения о неискренности. Вы не верите, а я верю. Значит, вы один человек, а я другой. Александр, Александр, я не знаю совершенно Кирилла Серебренникова. Я не знаю мир режиссеров. Вспомните в фильме о Моцарте Милоша Формана? Я его смотрела в Нью-Йорке на английском. Я помню, когда он умоляет дать ему написать оперу на немецком, и он говорит, вы не смотрите, I'm a vulgar man, but my music is not. Я вульгарный, я пошлый человек, но не моя музыка. Понимаете, поэтому... Вот сейчас это ловко сказано. Я абсолютно не знаю Кирилла Серебренникова. Но ваш прием, что вот вы знаете его, и вы ему не верите, это не добросовесть. Это окна для культурных людей. Прием в полемике. Понимаете? Есть две школы в литературе ведения, скажем. Одна не может рассматривать произведение в отрыве от биографии, другая говорит, да плевать на биографии, давайте посмотрим на произведение. Я принадлежу к первой, к сожалению. И ничего с собой по этому поводу поделать не могу. Мы все не отделим личность от того, что он творит. Я не могу с тебя играть, господин Серебренников. Давайте забудем играть. Просто возьмем вот это произведение, посмотрим, каким тоном рассказана эта история. Ведь это же не только проблема этого фильма. Это вообще проблема всех последних фильмов, которые якобы сняты о проблемах интеллигенции, так называемой. Нет, интеллигенции нет. Ну, можно по-разному это рассмотреть фильмы народа, фильмы героини. Вы сейчас про трактовки говорите, а я хочу услышать интонацию. Есть такой модный проговор с Басковой, нет. Которые рассказывают о вот этом бремене интеллигента, бремене образованного человека в этой варварской России. Все последние фильмы. Они почему-то как бы все хотят быть драмами, а на самом деле оказываются трагикомедиями. Что этот фильм, что какой-нибудь бумажный солдат Германа. Они все оказываются комедиями, и все, кто любит эти фильмы, все, кому они нравятся. В первую очередь, обращательное мнение, что это действительно очень ёрническая, очень смешная комедия. Тут проблема тона, понимаете. И когда в этом тоне мы слушаем историю о том, как героиня обратилась к Богу, да, при том, что у неё не было выбора. Христианство – это религия выбора, понимаете. У человека должен быть выбор, он должен это делать сознательно, а не из-под палки, как она это делает. Когда её лишили всего, разумеется, она пошла петь. Из-под палки? Конечно, её лишили всего, она же не может уехать в Москву. Там нету того, что она вот к Богу, она как бы проходя мимо, её это зацепляет. И она на минуту… там не закончено. Да, это победила на аукционе. Нет вывода, там так блеснуло что-то, и всё. Она может совсем не… Да блеснуло не то, что блеснуло, это просто был фейерверк, понимаете. Привет идёт о том пространстве, мистическом… Уважаемая аудитория, мы с вами вернёмся в эту студию. Пока, что вы продолжаете. Продолжайте, продолжайте. 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 Первый канал программы «Закрытый показ» фильм Кирилла Серебренникова «Юриев день». Я хочу обратиться к экспертам в зале. Врач высшей категории, заведующий диспансерным отделением областного туберкулёзного диспансера. Владимирского области. Михаил Батюринский. Интеллигент или народ? Только скажите сразу. А я интеллигент из народа. Вообще, посмотрев этот фильм, я понял, откуда появился анекдотичный вопрос. А есть ли жизнь с Тамкадом? Есть, господа. Но не такая, как она показана в фильме. Я врач. Более 30 лет работаю с больными туберкулёзом. И здесь, кстати, показана больница. Не психиатрическая больница для больных туберкулёзом. Когда я увидел первый же кадр этого фильма в отношении этой больницы, я вздрогнул. Приезжайте, господа, Владимир. Я покажу вам реальные больницы для больных туберкулёзом. Таких кадров вы не увидите там. Я вам суверяю. Это нормальные больницы. С нормальным питанием. Я вот в армии служу. Тюремная больница. Там же урки, конечно. Приезжайте в тюремную больницу тоже. Приезжайте. Нет таких больниц. Я вам суверяю. Повторяю, это больница с нормальным питанием, где контролируется систематически не только калорийность, там и состав, так сказать, пищи и так далее и тому подобное. Нам говорят, что это аллегория. Вы знаете, аллегория, собранная в кулак, который бьёт. Приезжайте, ужасайте. Это не очень хорошее аллегория. Фильм несёт, конечно, очень большую психологическую нагрузку, очень большую. Но она, вот эта энергетика, она отрицательная. А хотелось бы, чтобы она была положительной всё-таки. У нас в студии женщина, которая называется кинематографическим патологоанатомом. Зовут её Екатерина Лона. Эта картина демонстрирует колоссальную духовную пошлость. Вот нет ничего хуже, чем духовная пошлость. И когда режиссёр пытается нам показать некий символизм, когда героини овладевают, так сказать, русский дух, и это показывается через половой акт, где на героя татуировки по всему телу, да, там, Дева Мария с младенцем Иисусом, то возникает вопрос, что этим хочет показать режиссёр. И тут уже никакие разговоры о Тарковском, о пророчестве невозможны. Вот очень мне понравилось, как сказали про сцену с сайтингом. Это очень однобокий и пошлый взгляд, когда показывают священника, который бегает 10 минут и кричит «сайтинг, сайтинг, сайтинг». Они так не бегают. Правда бегают. Они так не бегают. А у нас бегают. Священник – это человек, который может иметь деньги, но у него есть дух. А вы построите сначала, тогда сайтинге… А я, вы знаете, не собираю, Матюш, и смотрите, у меня есть своя точка зрения. Я прекрасно представляю реалии этой картины. Не может быть в этой картине притчи по одной простой причине. Притчи не подразумевают социальные реалии. Я ей дала микрофон Гордон. Притчи – это абстрагирование. Он был чистым, грязным, чистым, грязным. Можно сказать эйфория притча? Без проблем. Потому что где происходит, когда происходит? Эйфория, кстати, мне меньше нравится, чем Юрий День. Где-то, где-то на Руси там у нас в наше время, да? А где конкретно ничего не сказано. Притчи не может оперировать конкретики. Спасибо, спасибо, спасибо. Все, хватит. Может, не может, вопрос вкуса. Я тут что услышал сейчас вот в этом диалоге? Батюшки так не бегают. Не, а у нас бегают. То есть мы все-таки с вами живем пока еще в разных странах. И мне кажется, что у нас основные противоречия, они возникли именно тогда, когда мы потеряли общий контекст, общую культуру, общую школу, в том числе и кинематографическую. Когда стала вот эта свобода самовыражения, да, самым желанным плодом, когда он уже созрел и упал к нашим ногам, мы теперь пытаемся его судить, не имея для этого никаких общих оснований. Поэтому всегда вот здесь будут сидеть люди, которые за, здесь будут сидеть люди, которые против. И не потому, что одним фильм понравился, а не понравился. Я буду получать за это деньги. Потому что мы судим его совершенно по разным законам. И все призывы судить фильм по законам художникам, созданным, на мой взгляд, в данном конкретном случае, абсолютно бесполезны и беспочвенны. Потому что этих законов в фильме нет. Это одна из основных претензий. Этих законов нет. Это действительно эклектичная картина. Есть Арабов с его убежденностью сценарием и с жертвенностью по поводу испуганного русского народа. Есть Серебренников с своей интонацией, с своим взглядом на это, да. Есть исполнители, которые как кур в ощупь попали. Это фильм такой же раздерганный и расхристанный, как мы с вами, и как та Родина, в которой мы живем. Если это сверхзадача этого фильма, тогда Кириллу надо кланяться в ноги и называть его действительно гением. Но я в этом сильно сомневаюсь. Вопросы к режиссеру у вас есть? Кирилл, скажите, пожалуйста, вы согласны с тем, что ваш фильм проповедь? И если да, то проповедь чего? Конечно, это не проповедь. Ну, какая проповедь? Я, знаете, почему хотел и буду молчать? Потому что я очень не люблю приходить в место, где главной интонацией является цинизм. Потому что я ненавижу цинизм. Считаю эту передачу циничной. Порочно циничной. Вот, поэтому здесь я только по причине того, что наш фильм куплен первым каналом. И очень важно, чтобы этот фильм показали. Вот. А, собственно, ну, ведущий про себя сегодня все сказал, поэтому я могу только под этим подписаться. Я вот все-таки заделась, что в нашей полемике вот с оппонентами с той стороны все время звучал такой посыл, который заставляет меня подозревать, что фильм не нравится уже только потому, что кто-то в нем заподозрил желание насильно меня к вере и к церкви. Тогда значит, что он вам не нравится не потому, что он плох или хорош. А это мировоззренческая дискуссия. И сразу, знаете, как делится. Вообще, великий Гёте, который сам прошел через масонство и атеизм, все, написал в конце. Главная тема человека и человечества – это борьба веры и неверия. Сколько там насильно нет? Там показано все, что есть в этом мире. Вот оно, вот. И выбор. Даже и выбора-то нет. У нас не только не звучало подобных аргументов, но, скорее, наоборот, мы пытаемся говорить о том, что не нравится нам, когда такие высокие вещи являются темой, пусть для талантливой, но все-таки спекуляции. Вот, наконец, прозвучало это. Я не согласна, во-первых, что это очернение. Я же сразу начала с того, что я воспринимаю как аллегорию. И, конечно, в такой концентрации упадка, которая вызывает тяжелейшее чувство, кажется, что этот груз нам не поднять. Его нет, на самом деле. Я год назад была в крошечном городке в Калужской области. Там крошечное кафе «Колобок». Значит, две без возраста полные женщины торгуют какими-то пирожками с котятами. Я смотрю пельмени у них, говорю, можете мне сварить пельмени? Я не снимаю дубленочки вот так вот немытыми руками, потому что там в туалет даже страшно пройти. Ем эти пельмени. Заходят русские работодатели, приводят четырех кавказцев обедать. Платят им за еду и уходят. И эти тетки набросились. Как вы думаете, на кого? На русского работодателя. И как бы призывая меня в союзники, говорят, ишь, обжаднели как. По тарелке жидкого супа ребятам взяли, говорят. Они же целый день, говорят, лопатой работают. Кормить надо людей. Ребята, вам хлебушка дать? Такой изумительный рассказ. И как он совершенно не коррелируется с этим фильмом. Причем здесь это кино? Там есть моменты, из которых такое может быть, понимаете? Там есть зиготы всего, как бы. А-а-а. Я уже сейчас забуду. Он не очернительский, он аллегоричный. Просто вот по поводу веры и результат этого фильма. Я могу сказать, что, так сказать, православному человеку этот фильм совершенно никак не поможет, так сказать, продвинуться по своему пути. Это точно. Все. Простите, я сейчас отвечу, просто я вдруг вспомнила. У меня есть одна православная женщина, которая начинает только свой путь, она хочет идти в монахини. Я с ней познакомилась в монастыре. Долго мы с ней разговаривали. А в чем заключается ваше послушание? Она говорит, мое послушание, я работаю в домах скорби, где находятся дети, которые брошены, потому что они безумные. Ну, как бы больные психически и никому неинтересны, не нужны. Вот там я с ними играю и их кормлю. И вот я говорю, а сколько будет идти ваше послушание? Она говорит, ну, еще будет. Наверное, года вот так вот полтора буду ходить. А потом у меня еще будет одно сложное послушание. Вы понимаете? Я вам хочу сказать, что мы здесь, в общем, все присутствующие, и слава богу, живем в Москве в праздной жизни. Но рядом с нами очень много всего такого горького, такого неприглядного, такого ужасного, о котором даже не знаешь, как сказать. Люди-киниматографисты пытаются что-то об этом сказать. Это очень сложные темы. Темы потери всего, потери жизни, потери близких, уход из жизни и обретение себя вдруг потом. Послушание в домах скорби вот с этими детками, которые вообще никому не нужны. И такого навалом, я понимаю, что может в этой картине и раздражать. Я понимаю, она, наверное, несовершенна. Кто-то скажет совершенно, я не считаю, что она до конца совершенна. Но то, о чем и как тут начато говорить, для меня это очень важно. И это очень сложная тема. Это очень трудно играть актером. К этому не знаешь, как подойти. И для Кирилла это важно, как для человека, как для личности. Он еще молодой человек. Он еще только продолжает свой путь. Он сам ищет, может быть, тоже свою правду. Понимаете, иногда правда бывает такой ложью. Правда. Ты говоришь, а такого не может быть. Это не правда, а это правда. И ты не можешь этому поверить, а это правда. Поэтому это очень спорная действительно картина. И поэтому там нам все так непросто. Но не надо никого обижать, господин Гордон. Во-первых, надо, Марина. Во-вторых, я себя чувствую обиженным, обделенным и оскорбленным после просмотра этой картины. Почему я не могу это вернуть? И еще раз настаиваю на том, что у нас потерян механизм. Мы не сможем уже никогда, я боюсь, никогда, если не произойдет чудо, мы никогда не сможем обсуждать, что сделано и как сделано. Потому что мы никогда не найдем позиции для обсуждения. Я пытался понять, как вы отвечаете себе на вопрос, зачем. И даже в этом мы не могли прийти к никакому согласию. Ну, значит, времена такие. А вот про времена как раз. Да. Как раз про времена. Значит, вот мы без конца говорим о том, что приехали, там храмы разрушены. Еще что-то не так. Еще что-то плохо, некрасиво. И все ходят, приезжают обратно в Москву, об этом рассказывают, снимают фильмы. Это я уже слышал, наверное, ну, либо всю жизнь, либо с перестройки начиная. Не нравится, что разрушено, иди и строй. Вот и весь сказ. Ну, где сестра это, например. Все художники должны что-то строить? Я фигурально говорю. Ну, это фигуральный, вот и фильм же фигуральный как бы, да? То есть художественный. А там фильмы не построены. Нет, тут вопрос тонкий. Я про подход говорю, в принципе, про бесконечное брюзжание, так сказать, кухонное, которое продолжается, извините, да, что... Потому что на самом деле, если взвесить на весах, в чем ты уверен, да, тебе потратят все эти деньги, грубо говоря, на храм или на кино. Ну, если касается такой тематики, то я бы вот, если бы решился когда-нибудь на эту тему что-нибудь снимать или писать, я бы подумал. Я бы подумал, какое действие будет гораздо более прямым. Непонятно, кстати говоря. Ну, вот в Левиафане-то храм получается так-то лучше, ну, имеется в виду сюжета фильма. Кино-то снято, понятное дело. Но храм важнее, чем счастье каких-то людей. Это кино или потратить все эти деньги там ни на один храм, ни на одну больницу хватит. Все, мы завершаем, поскольку Кирилл отказался от слов. Я хочу спросить у остальных, членов съемочной группы. Как вам это обсуждение? Как вам чувствовалось в этой циничной передаче? Давайте с вас начнем. Я рад, что это не спектакль, а кино. Потому что я вот сейчас дослушался, и невольно в спектакле бы я начал бы что-то менять, как тот словом живописец. Невольно. Это не значит, что вы правы. А я очень рад, что есть такое кино. И уже я там ничего не изменю. К счастью. Хорошо. Я хочу воспользоваться эфиром и сказать жителям города Юрьев-Польский, что, в общем, мы им очень все благодарны. Я думаю, что присоединится вся наша съемочная группа. Мы не снимали документальный фильм, поэтому мне кажется, что им совершенно не надо себя ассоциировать с этими людьми. Это не Юрьев-Польский. Это все равно, что мама Ксении пришла бы ко мне и сказала, вы знаете, это не моя дочь. Моя дочь так не говорит. Моя дочь по-другому одета, другие слова говорит. Город сыграл роль, сложную, трудную, но роль. И вот сыграл и близкая. И спасибо городу, спасибо людям, которые нам такую возможность сделать, то, что мы хотели, предоставил. Спасибо. Спасибо. Всего я хочу передать привет кассирше Лене из города Юрьева. Лена, это не вы. И никогда такой не будете, поверьте. И второе, что мне кажется очень важно, поскольку я не промышляю, не зарабатывая актерским трудом, то никогда бы в жизни не стала красить свои волосы в оранжевый цвет и полгода мучиться, если бы не видела в этом какого-то важного для меня смысла. А смысл в одном, что мы все такой же народ, которым вы пытались нас не обозвать. Глубинный народ. Мы такой же народ. Вот ровно все люди, которые здесь сидят. У нас так же болит, как у этих людей. И нужно научиться любить этих людей не только беленькими, ласковыми, щемящими, а вот такими, какие они есть. С водкой, ужасами, кошмарами, но и с тем светом, который есть в каждом из них. В том числе защищу свою Таньку, потому что, с моей точки зрения, в ней Божьего света больше, чем во многих тех, кто сегодня выступал. Все мы в Божьем Гитваре. Возникло ощущение, что проблема только в том, что одни верят Кириллу Серебренникову, и поэтому принимают его фильм. А есть люди, которые не верят Кириллу Серебренникову и не принимают его фильм. Мне кажется, что это очень профессионально очень неприлично. Вы еще здесь? Прошу прощения. Это первое, потому что это не может быть оценочным фактором. Кто-то знает биографию Кирилла Серебренникова, а кто-то не знает. Константин Сергеевич Станиславский из зала кричал именно на это слово. Верю или не верю? Кириллу Серебренникову. Этот пошлый анекдот, который даже пошлый повторяет. И второй я бы хотела сказать, как продюсер, прошу прощения. Буквально неделю назад я выяснила, что новая есть федеральная программа российская о том, что мы будем поднимать социальные проблемы о том, что пропадают люди. На самом деле, для меня этот фильм социальный, и именно об этом. Вы знаете, здесь очень трудно сидеть. Очень. Ну, огромное спасибо всем, кто сюда сегодня пришел. И огромное спасибо за добрые слова. Я верю. Спасибо вам огромное, Александр, за то, как вы отозвались о моей работе в этом фильме. Я действительно вас искренне благодарю. Хотя, ради бога, вы меня простите, но, мне кажется, за некоторые другие высказывания вам, как умному человеку, должно быть неловко. Я начал с того, что я идиот. Я не считаю вас идиотом, и это очень удобная такая позиция. Давайте мы все придем и скажем, вот мы такие идиоты. Заметьте, я прибегнул к этому приему только на этом обсуждении. На всех остальных я стараюсь выжить умный. Я прошу прощения, я просто вот сказала то, что меня поразило. Хотя, все равно, я действительно вам очень благодарна. И я очень счастлива, что я встретила в своей жизни вот всех тех людей, которые здесь сидят, и тех, которых здесь нет, Юрия Николаевича Арабова и других замечательных людей, которые работали вместе с нами, и прежде всего Кирилла Семеновича Серебренникова. Я очень этому счастлива. И я хочу сказать, что это был для меня совершенно бесценный опыт работы. Спасибо вам всем огромное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу поклониться и тем, кто нас защищал, и тем, кто нас ругал, и аудитории. Спасибо, что вы все это помогли нам пережить. АПЛОДИСМЕНТЫ Я призываю вас только одному. Вы можете оценивать кино по-разному. Оно, может, вам нравится или не нравится. Но вы, пожалуйста, смотрите наше новое современное российское кино, потому что только в этом случае нам будет что обсуждать. Счастливо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...